привет ребята меня зовут лена и мы с вами продолжаем работать с корнями но в этот раз мы с вами будем выносить что-то из-под корня но не просто до избавляться от корня но оказывается можно что-то вынести а что-то оставить под корнем другими словами вот наша тема вынесение множителя за знак корня как это будет происходить разберемся какой же у нас алгоритм алгоритм даже вот который я сейчас расскажу да он есть и также у вас в учебниках вы можете немножко под себя подстраивать потому что есть ребята которые сразу видят что у нас что-то выносится а есть ребята которые например стоит разложить наоборот на большее количество множителей поэтому смотрите и подстраивайте алгоритм под себя как вам удобно а теперь начнем самый первый шаг нужно разложить под коренное число на множители какие множители и вот здесь зависит все от вас вы можете на простые множители разбить и тогда правда большое число будет неудобно разбивать но что же сразу будете видеть именно простые числа а можете раскладывать на множители например такие которые вы знаете что о из этого числа выносится корень например а множитель 9 множитель 25 почему бы и нет множитель 16 или множитель 121 то есть вы точно знаете что из девятки выйдет тройка из 25 выйдет пятерка из 16 и четверка из 121 11 вот то есть а можете разложить еще более глобально конкретно на простые множители да что у вас вот они две пятерки вот у вас две тройки и вот два раза встречается число 11 и так и в общем то которые являются квадратом какого-то числа то есть в алгоритме сказано что все-таки ребят старайтесь раскладывать на числа квадрат которого точнее вы знаете число которое то число которое в квадрате вам даст ваш вот этот множитель то есть как я сказала 25 16 например 121 но если вы этого не видите то можно разложить еще больше на множители на простые на простейшие да чтобы у вас сразу была видна картинка дальше разложили представить произведение под корнем как произведение корней то есть у нас есть замечательное свойство что если под корнем у нас стоит умножение то мы можем разбить корень умножить на корень умножить на корень если вы все разбили на красивые числа к такие как как раз 25 16 9 вас получится не корень от большой какой-то махина от большого невообразимого числа у вас будет просто произведение маленьких корней корень из 25 умножить на корень 16 умножить на корень из 9 и так далее вот ну и дальше конечно же воспользоваться свойством определения корня и извлечь. Если у вас был корень из 25, то пятерка вышла наружу, корень исчез. Корень из 16, четверка вышла наружу, корень исчез. Бывает так, что вы на что-то разложили, но один из корней, например, так и остался. Корень из 2. Ничего страшного, вы все перемножаете между собой, и корень из 2 так и остается у вас в ответе. Бывают и такие ответы, потихонечку к ним привыкаем. Корни у нас могут не решаться. Итак, вот, например, у нас есть такой пример. Корень из 96. Вот такое число. Нужно разложить и что-то вынести. 96 – это 4 на 24. Из четверки мы можем вынести корень, а из 24 нет. Поэтому 24 раскладываем еще. 24 – это 4 умножить на 6. Что такое, вот, смотрите, здесь идет разложение более конкретное, что четверка и четверка – это 2 в квадрате. А могли мы заметить с вами, что 4 и 4 – это уже два числа, которые мы можем объединить в 16. И тогда было бы не здесь не 3 корня, корень из 2 в квадрате, корень из 2 в квадрате и корень из 6. А можно было сделать, что это корень из 16 умножить на корень из 6. То есть подбирайте под себя. Подстраивайте решение под себя. Таким образом, у нас корень из 16 – это 4. Те же самые корни, которые здесь посчитать, это 2 на 2, тоже 4. И в итоге у нас получается 4 корня из 6. А 4 корня из 6 у нас так и остается, потому что корень из 6, к сожалению, у нас не решается. Поэтому в ответе так и записываем. Это да, с корнем, но правильный ответ. Что ж, когда мы выносим, когда мы выносим, все понятно. Но почему-то сложности происходят, когда мы пытаемся, наоборот, внести под знак множителя. Давайте посмотрим. Когда мы вносим множитель под знак квадратного корня, этот множитель нужно просто возвести в квадрат. Вспомнить, что корень у нас съедает вторую степень. Значит, чтобы попасть под этот корень, нам как минимум надо эту вторую степень приобрести. И тогда, если у нас положительное число, то все в порядке. Мы просто возводим в квадрат и получаем, что а в квадрате под корнем, просто оно так забегает, но приобретает вторую степень. Вот если у нас было под корнем просто х, когда мы хотим внести а, у нас получается, что а в квадрате умножить на х. Но если у вас а меньше нуля, то здесь нужно быть аккуратными. Минус вот этот нужно оставлять перед корнем. Если вы возведете в квадрат, этот минус исчезнет, и вы потеряете, как вы уже знаете, равносильность утверждения. Это то же самое, что вы 2 приравняете к минус 2. Но это же неправда. Так что это будет ошибкой. Поэтому, если у вас отрицательное число, то вот этот минус, который есть у этого отрицательного числа, оставляйте перед корнем. То есть, если я хочу минус 3 внести под корень, минус оставила, и получилось, что это корень из 9. Корень из 9 посчитала 3, но с минусом минус 3. Все в порядке, равносильность у нас соблюдена. Что ж, вынесли из-под корня 1, внесли под корень 2. Осталось это все только попрактиковать на задачах. Спасибо за внимание!